Меня зовут Никита Смаркалов, я живу в Ижевске, и недавно я провел предпремьерный показ своего не игрового фильма об ижевской электронной и экспериментальной музыке 80-90-х годов. Фильм называется «Утопленники». Эффект от показа был феерическим, все-таки это одна из наших самых любимых городских легенд, и она давно ждала своего воплощения в виде документального фильма. Я получил много обратной связи и от коллег, и от зрителей, и пришел к выводу, что так или иначе, в конце концов, рождение фильма состоялось. Теперь необходимо дать ему путевку в жизнь. Согласно сегодняшнему законодательству, для проката фильма, даже для некоммерческого и фестивального проката, необходимо получение прокатного удостоверения. Это документ, для получения которого необходимо собрать значительную типу документов, а также сделать такие вещи, например, как монтажные листы. Это текст, в котором расшифровано все, что говорится в фильме, и описаны все кадры. Нужно будет перезаписать фильм на специальную кассету и передать в Госфильмофонд. После этого фильм считается официально существующим. Ну и чтобы показать фильм за рубежом, нужно сделать английские субтитры, то есть это расшифровать всю речь в фильме длительностью 82 минуты, распределить в мере воспроизведения, да еще и перевести на английский язык. Показ в кинотеатре выявил определенные проблемы со звуком. Я пригласил звукорежиссера, который бы провел ремастеринг звука. Также нужны жесткие диски для того, чтобы хранить фильмокопию в формате DCP. Это специальный, довольно тяжеловесящий формат для воспроизведения в кинотеатре. Ну и мой новый фильм, который я уже начал делать, также требует дополнительных дисковых пространств. Показ на удостоверение я заказываю в специальной фирме, которая уже много лет работает на эту тему с Госфильмофондом. Создают DCP, пишут субтитры, заниматься этот звук, мои товарищи, которые согласились сделать эту работу из любви к кино. Сумма, которую они запросили, она лишь отчасти компенсирует то время, которое они потратят, а это не так уж мало. Друзья, сегодня я обращаюсь к вам за финансовой поддержкой. Это очень символично, что на самом последнем этапе создания все-таки понадобились деньги. Я думаю, что это нужно для того, чтобы мы все вместе собрались вокруг нашей городской легенды и поучаствовали в ее жизни. Это как ребенок, который родился, встал на ноги, теперь его надо одеть, а будет дать ему в руки букварь и отправить жизнь. Давайте сделаем это вместе.